Боги поделили между собой человечество. Все религии содержат в себе одного, либо же пантеон богов, создающих и управляющих человеком. Одни боги и религии объясняют, зачем нужно было создавать человека и управлять им, другие не делают этого. Все объяснения, которые религии дают нам, отвечая на вопрос, зачем мы были созданы, которые мы существуем и необходимо верить и служить тем, кто нас создал, будут сводиться к крайне глупым и почти детским формулировкам, таким, как Бог создал людей, потому что ему было скучно или одиноко, или ему нужно было кого-то любить, и потому что человек должен служить и почитать его. В любом случае, не в зависимости от причин и смысла, для чего существует человек, никогда не было и нет, ни в одной религии или культе, учении, ни у одного бога формулировки, Бог создал человека, чтобы, внимание, служить ему, чтобы служить человеку, быть может, природе, животным, растениям или планете. Нет, боги создают лишь тех, кто слабее их, но никогда не создают тех, кто сильнее их. Они могут сражаться между собой в различных мифах и религиях и даже убивать друг друга, подтверждая тот факт, что, судя по всему, они смертны. А разве боги могут быть смертны? Если ты смертен, ты человек, но не бог. Боги – то, как они управляют человеком, для чего и кто они такие – это огромная тайна. Попытки разобраться в ней – огромный грех, который грозит наказанием. Даже если ты очень хороший человек, но если ты противостоишь богу или богам, ты мерзавец, которого ждет неминуемое поражение, которое укажет, кто здесь бог, а кто раб. И раб здесь, конечно же, ты. Все мы рабы божьи, не в зависимости от религии. Однако существует среди этой многоликой божественной мерзости, присосавшейся к человеку, истинный бог. Бог – истинное нечто, что скрывает свою тайну в тишине. Он хочет, чтобы о нем, наконец-то, знали. Люди, каждый из вас. Сегодня мы узнаем о том, кто такие боги на самом деле, откуда они взялись, как управляют каждым из нас и кто заслуживает на самом деле называться истинным богом и на самом деле является им. Кто или что есть нечто столь сильное, великое и загадочное, чему не осмеливается противостоять даже библейский бог – ни Яхве, ни Аллах. Вы на канале Нулевой Пациент. Подписывайтесь. Мы начинаем. Монотеизм вера в одного бога подразумевает, что бог был всегда, он вечен. Давайте возьмем, к примеру, христианского бога отца или иудейского Яхве, или исламского Аллаха. Это все один и тот же бог. Это самый могущественный бог землян. И власть его не уменьшается, а лишь растет. Если спросить у верующих в него, когда он появился и кто его создал, ответ будет одинаковым у всех верующих авраамических религий. Ты что такое спрашиваешь, дурачок? Бог вечен, он был всегда и будет всегда. У него никогда не было начала и точно не будет конца. Категорию вечности, как и категорию абсолютного ничто, несуществования человек не может воспринять. Осязать и осознать. Человек может сказать, что что-то существовало или существует бесконечно, но понять и осязать не получится. Бесконечность для человека это представление о том, что будет как сейчас, только бессмертие и постоянно. Вот я молодой или молодая, здоровый, сытый и вот так же может быть бессмертие постоянно. Вот это и есть в человеческом сознании то, что значит существовать бесконечно. Примерно в таком формате и существует бог или боги людей. С одной разницей, человек родился и может чисто гипотетически существовать всегда, но у него есть некая отправная точка. Мы все четко ее ощущаем. Но с богами все интереснее. И в частности, с самым могущественным богом людей, богом авраамических религий. У этого бога нет начала, он существовал всегда. Для такого существа отсутствует категория времени, и он создал человечество и реальность в первое мгновение своего существования, а также ждал этого бесконечно долго одновременно. Так как на бесконечной плоскости невозможно достичь ни одного объекта, откуда бы ты не начал движение по отношению к этому объекту. Потому как невозможно преодолеть и сантиметра на бесконечной плоскости, потому что она бесконечна. Понимаю, тяжело понять и осязать. Но размышляйте, представляйте, это развивает мозги. И именно тема бесконечности и ничто стоит в корне секрета. Кто есть истинный бог, а кто самозванец. Итак, верующий религиозный человек убежден, что бесконечное существование – это самый драгоценный дар, который только существует. Есть возможность не умирать. Нет ничего более ценного, чем это. Многие хотели бы жить до 100 лет, а то и дольше, несмотря на риск провести лет 30-40 просто в состоянии овоща, который не может сделать или испытать ничего из того, чем цена жизни человека. Бог существует бесконечно, потому что он бог. Он всесилен. Все принадлежит ему. И самое большое удовольствие – это уверенность в завтрашнем дне, где ты точно знаешь, что не умрешь. Бог жалует людям бесконечность. Он жалует людям вечность и даже молодость, а также секс и еду, и прекрасную погоду, дневной свет, – экзотические пейзажи, облака, море, зеленую травку и покрытые лесами холмы. Именно так выглядит совершенный рай, совершенное вознаграждение человека. То есть все то, что мы имеем в жизни, когда молоды, успешны, мы должны получить в раю после смерти, только на постоянной основе, теперь уже в вечности. Удивительно, несмотря на то, что религии у людей разные, рай и вознаграждение после смерти людей плюс-минус во всех культах, древних культурах и религиях одинаковые. Вам обещают, что если вы будете послушными после смерти, вас ждет вознаграждение в виде различных удовольствий и вечной жизни. Некое очень прекрасное место. И это первый, самый главный рычаг, инструмент, с помощью которого боги или же бог во всех религиях всегда контролировали человека. Удивительно, боги не способны стопроцентно эффективно контролировать жизнь человека при жизни. И многие творят, что хотят, превращаясь порой в шутких монстров. Однако, боги способны, без проблем, совершенно не считаясь желаниями человеческой души делать с ней, что захотят после смерти. Ты получишь после смерти мучения или же удовольствия, но ты не получишь то, что сам себе отмерил, то, что сам себе решил. Ты не можешь сказать тем, кто решает твою судьбу в метафизическом мире, что не согласен с принятыми ими решениями. Почему? Потому что тобой управляет, а ты подчиняешься. Религия утверждает, что существует судьба, и что то, как ты проживаешь эту жизнь, известно до твоего рождения. Наиболее свободным частично и то, на какой-то определенный срок ты можешь стать из всех религий лишь в буддизме и только после смерти. Самый большой дар, который ты можешь получить, это возможность выбирать свой дальнейший путь в загробном мире, но выбирая из какого-то количества вариантов. Самый крутой из которых это привилегия отправиться в божественный мир с богами. Но ты не можешь выбрать опцию, а нет, боги, давайте лучше вы за мной, куда я вам скажу. Так не бывает. Именно поэтому даже в буддизме ты в том числе раб, и твоя свобода лишь иллюзия, где ты никогда не будешь сильнее тех, кто называет себя богами. Тибетская книга мертвых или Бардот Хедол – великая книга. Может быть даже еще более великая, чем Библия или Коран, потому как она учит человека быть готовым к последней битве, дабы хотя бы самую малость выйти из-под контроля и гнета богов в попытке выбить себе не один возможный вариант событий после смерти, а где-то около десятка. Теперь на выбор у тебя есть не одна куча говна, а много среди которых есть приправленные сахаром. Безусловно, это в разы лучше тех вариантов действий, которые предлагают другие религии в качестве путей после смерти. Самое интересное среди вариантов, которые человек может выбрать после смерти в книге Бардот Хедол – тибетской книге мертвых, когда ты увернулся от всех искушений и смущений, прошел босиком по всем горящим углям и испытаниям, ты можешь выбрать себе судьбу очень конкретную для перерождения на земле. Причем заметьте, тебе не обязательно быть для этого хорошим человеком на протяжении жизни здесь, чтобы заслужить такую возможность, нет. Тебе нужно просто правильно подготовиться, исходя из советов и рекомендаций, представленных в книге Бардот Хедол. Если ты все сделаешь правильно, то сможешь родиться артистом в Голливуде или красоткой, или в очень богатой семье, или президентом, или даже великим учителем, таким как Будда или Магомед, неким духовным лидером. Но постойте, как такое может быть? Как такая судьба может произойти, если она уже не прожита и неизвестно, какой она будет? То есть, если тебе впаривают судьбу великого духовного учителя с определенным путем, от начала до конца, то она уже прожита, она уже случилась, и тебе просто предлагают стать главным героем какого-то крутого фильма, перед этим стерев тебе память, для того, чтобы эта история была тебе в новинку. Ну не может же быть, что ты выбрал себе судьбу президента и потом умираешь, потому что был аборт. Так это не работает. Значит, судьба уже состоялась, она прожита, и тебе лишь нужно влезть в определенный скафандр, чтобы прожить ее. Вопрос. А если так обстоят дела с теми, кто сумел сразиться с богом или богами, и тебе предложили на выбор классные судьбы после смерти, значит ли это, что есть уже прожитые судьбы не очень хорошие, в которые нас с вами запихивают заново, но уже без нашего ведома? Так как мы не готовились ко встрече с метафизическим миром и пустили все на самотек, в отличие от тех, кто читал книгу Бардот Хеодол и готовился. То есть выбора нет на самом деле никакого, когда ты человек. Контроль есть как во время жизни, так и после смерти. Нами управляют все время, и мы не можем не совершать плохого и вообще не совершать того, чего мы не хотим, так как судьбы все прожиты. И бог, который живет вечно, знает все судьбы, так как в вечности они уже все прожиты. Эта мысль невероятно пугает. Как же можно судить маньяка за изнасилование и убийство ребенка, если он не мог поступить иначе, такой опции не было, и как можно хвалить праведника за добрые поступки, если это было не его решение, а это была лишь езда по рельсам, которые ведут в заведомо известную точку назначения. Истинный смысл реальности человека удивителен и необыкновен, страшен и прекрасен одновременно. Но главное, человеком управляют всюду, здесь при жизни и после смерти. То, что мы называем побегом из фермы, после смерти, обретением рая или ада, это лишь вольеры и заграждения, являющиеся частью системы управления и контроля. Различного рода ангельские, божественные, астральные или даже адские круги после смерти есть, между прочим, в очень многих религиях, в том числе и авраамических. Они держат человеческие души, как в коконе, не давая обрести свободу. В лучшем случае тебя ждет круиз по этим кругам и мирам, которые тебе предложат в качестве вознаграждения, наказания и возможности. За правильное поведение. Но даже если это будет рай вашего бога, это все равно будет фермой. Управление фермой в двух мирах, мире физики и метафизики, построено совершенным образом. И невозможно выбраться, невозможно противостоять управлению, ведь все судьбы уже прожиты, понимаете? То есть известно, будет ли корова сопротивляться управлению бога или богов или нет. Так интересно, какая же она свобода? Где нами не управляют через страх смерти и конечность жизни? Страх того, что нужно успеть при жизни, пока ты молод, испытать это и это и это. Иначе жизнь будет бесполезной и пустой. Страх быть униженным и казаться жалким тем, кто на самом деле боится того же. Ведь все мы одинаковы. Мы все жалки, мы все рабы. Даже тогда, когда нам кажется, что мы свободны, счастливы и сильны. А еще считаем, что у нас массу времени впереди. В контексте этого всего хочу вам рассказать одну небольшую, очень увлекательную историю по поводу того, что люди на самом деле все одинаковые и все чего-то боятся. Один из самых якобы грозных и смелых парней на земле, Ким Чен Ын, собрался всей Северной Кореи, около 10 тысяч специалистов-врачей, которые сейчас круглыми сутками ничем не занимаются, кроме как пытаются найти способ сделать так, чтобы он жил вечно. Вот и все. Вот и вся история. Даже самые сильные, даже самые крутые, которые рассказывают, что они сделают тем, этим, третьим, четвертым. Да какую он начнет ядерную третью мировую войну, если он собирает 10 тысяч докторов, чтобы жить вечно? В ядерной войне никто не живет вечно. В секунду, как и все самые смелые, которые сейчас грозятся нажать красную кнопку. И даже если ты стал ангелом и богом, то ты или контролируешь ферму, или создаешь свою собственную. Ведь это единственный способ не возвращаться сюда и не становиться одной из коров, которой управляют, чьи все судьбы уже прожиты. Какая же она? Истинная свобода. Свобода от страха. Свобода это быть богом? Унижать и управлять, а не быть униженным и управляемым? Многие из вас знают о таком веществе, как диметилтрептамин, ДМТ. Самое сильное психоделическое вещество, вырабатываемое в том числе и нашим мозгом. Самое большое количество этого вещества, между прочим, наблюдается именно в спинномозговой жидкости, где конкретно вырабатывается это вещество, доподлинно неизвестно. Кто-то говорит в шишковидной железе, кто-то говорит в принципе в мозге. Сейчас это не самый важный вопрос. Существует теория, и следует сказать, это лишь теория о том, что в момент смерти, для того чтобы телу и разуму было легче пережить смерть, если это наука и душе было легче перейти в метафизический мир во время смерти, если это эзотерика, в теле вырабатывается огромное количество этого вещества. Его можно принимать в том числе и искусственно, синтезированном виде, разными способами. Например, через курение. И это будет считаться употреблением наркотиков в разных странах в зависимости от законодательства. А мы, как известно, против наркотиков. Так вот, знаменитый ученый-психиатр, психофармаколог Рик Страсман, благодаря которому мы знаем почти все, что сейчас известно про ДМТ, когда-то официально экспериментировал с этим веществом и использовал так называемые слепые дозы. Слепая доза искусственного, синтезированного в лаборатории диметилтрептамина, это когда тебя уносит полностью в другой мир. То есть ты не можешь закрыть глаза, а потом открыть и видеть этот мир наряду, с яркими галлюцинациями, которые вызывают это вещество. Слепая доза это когда тебя полностью унесло напрочь, ты не в этом мире. И вот ты оказываешься в этих удивительных мирах. Ты встречаешься с теми, кого можно назвать ангелами, или злом, или богами, или даже богом, или даже внимания. Все это было очень-очень безличностно. Пока я не попала в то пространство, в котором поняла, что нахожусь в месте, где души ожидают перерождения. Да, в месте, где люди ждут перерождения. То есть мы находимся в других вольерах фермы, круги ангелов и богов, бесов и зла. Все как в религиях и тибетской книге мертвых. Все совпадает. Люди, принимавшие как слепую, так и не слепую дозу этого вещества, рассказывают, что окружающий мистический мир яркий и необыкновенный начинает мощной стеной окружать тебя, не отпуская, не зрительно, не эмоционально. Ты заворожен происходящим и никак не можешь оторваться. Это и есть обольщение, когда ты не можешь сопротивляться тому, что происходит после смерти. Это и есть часть управления тобой, и именно то, чему учит сопротивляться книга Бардотхедол. Но, и вот здесь, начинается самое интересное. Были те, кто, приняв так называемую слепую дозу, оказавшись в метафизическом мире, сумели сосредоточиться и не обольститься. Такое происходит крайне редко. Не поддаться впечатлениям, захватывающим тебя полностью. Есть те, кто пробились через все круги. Есть те, кто прошли через барьеры, вольеров, фермы, через ад и рай и вырвались через все коконы, окружающие нас коров. Что же они увидели там, за этой пеленой? За всеми этими барьерами? Как выглядит истинная свобода? Каждый из них видит и чувствует источник. Источник сознания и бытия как такового, который бесконечно выше того, что из себя представляют персонализированные боги, которые являются лишь его творениями, такими же, как и мы. Он не мужчина и не женщина. У этого нечто нет пары. И вот оно пережило еще одну свою судьбу. Одну из триллионов и триллионов переживаемых одновременно. И ты возвращаешься к Источнику. И чем ближе ты к Источнику, тем меньше ты тот, кем ты был в конкретной судьбе и жизни. И тем больше ты Источник, понимающий смысл всего, что происходит, знающий ответ на тайну, бесконечности и ничто. Почему существует что-то вместо ничто? А еще ты сфера. И у тебя сферическое зрение. Ведь реальность – это сфера. Вполне возможно, в океане других сфер. Где-то там далеко внизу боги. И Яхва, и Аллах, многие другие, и фермы, и коровы, которые будут писать под этим видео. Ты ничего не понимаешь. Мой бог самый-самый. Читай Библию или еще какую-то земную книжку, в которой совсем нет правды и смысла. Источник не бог. Ему не нужно поклонение. Источник – это источник реальности как таковой. Мощнейший, ни с чем не сравнимый сигнал сознания, наполняющий собой все. Ты источник. Все идет от тебя, и все к тебе вернется. Не будет удовольствия и горя, и секунды, и судьбы, и формы. Кем ты не будешь. Не будет ничего, чего бы ты не знал и не ощутил. Где-то там, когда все будет закончено, источник будет вывернут наизнанку. Ты все забудешь. И все начнется заново. С исходными геометрическими данными, взятыми из предыдущей вселенной и всех ее мерностей. Все начнется заново, но будет новым, совсем иным, и это прекрасно. Ибо вечность и есть ничто. Ибо вечность и ничто – самое страшное зло, которых нельзя допустить, ибо они лишают всего смысла. Эй! Не волнуйся. Все не только тлен и пустота, но и все наполненность и смысл. Я это рассказываю лишь потому, что ты источник, который смотрит это видео во всех своих формах и жизнях, очень хотел, чтобы ты не забыл это знание, эту истину. Скоро взойдет звезда нового учения. Новая религия, имя которой Эссентия. Последняя религия, последняя истина, которая будет принадлежать в равных долях каждому из нас, которая будет принесена миру самим источником. В нашем материальном мире, для того, чтобы противостоять препятствиям, ломающим или угрожающим нас, необходима сила. Физическая, генетическая, взрывная, моральная. В любом случае, нужно будет нечто, что можно будет измерять даже в вашем теле в ионах, то есть импульсах электрического тока, определенным образом заряженных частиц. А Богу нужна сила? А дьяволу? А ангелам или бесам? Каким-либо иным сущностям, обитаемым в мире метафизики? Им нужна сила? Или по умолчанию у них силы сколько угодно? Если так, то зачем существует сражение добра и зла? Ведь уже понятно, что Бог сильнее. Зло сильнее не будет. Зачем рыпаться? Однако борьба некая идет постоянно, а значит, исход финальной битвы, видимо, не совсем предсказуем. Если бы он был предсказуем, то ни у чего не было бы смысла. Неужели столь логичный и правильный вывод значит, что добро, как и Бога, авраамических религий, да в конце концов, любой другой, могут победить? Ответ – да, могут. Ничего абсолютно всесильного в этой реальности или же любых других нет. Борьба противоположностей создает смысл, противостояние, позволяющее к чему-то стремиться. У добра победа над злом, у зла победа над добром. Но как эти две силы сражаются друг с другом? Откуда они берут силу? Что делает их сильными? Правда ли, что когда боксеры готовятся к очередному бою, они должны избегать секса? Целых три месяца. Иногда дольше, а иногда меньше. Потому что я не имею секса или чего-либо подобного. Восемь недель до боя. Поэтому я как бык, силен как бык. Дэвид, воздерживаешься ли ты от секса перед боем? Я делаю это или не делаю это уже много лет. И единственный раз, когда я не последовал этому правилу, что случилось? Я проиграл. Ты серьезно? Все тренируются. Все используют стероиды. Все много весят и имеют большую мышечную массу. Великими становятся единицы. Дэвид Хейлопух единственный раз нарушил правила и проиграл. Но однажды наличие и возможность накапливать человеком элемент, как и факт того, как мы его теряем, и кто им питается, станет величайшим открытием человечества. Быть может, нам просто не дадут его сделать, и человечество ждет жатва. Удивительно. Но самые близкие люди к Богу, священнослужители в разных религиях делают все то же самое, что делают, например, великие боксеры перед поединком. И зло не может подступиться к ним. Они сильнее зла. Ведь в них есть накопленная сила, которую можно обменять на что? На защиту и удачу. На защиту от чего? От чего угодно. А что насчет чудес? У священнослужителей их, если я не ошибаюсь, больше, чем у остальных. Что насчет исцелений? О да! Там близкие к Богу люди в этом вроде как преуспели. А что если простой человек вдруг поступит так же и, накопив, некий элемент использует на себя? Я по большому счету скептик. И к курсу относился скептически, но подумал, а почему бы и нет? При том, что я не ставил себе каких-либо желаний и целей. Курс работал. Для меня просто было целью пройти аскезу. Потому что само в себе это дисциплинирует, а дисциплина уже это большой шаг к достижению каких-либо целей. Но оказалось, что все-таки достал, получил я бонус. Осознание себя, открытие своей, той детской сущности, которой мы рождаемся, которая смотрит наивными глазами на мир и считает, что все возможно. И это произошло со мной где-то в половине курса. Произошло, что нашел и силы, и энергии на то, чтобы реализовывать себя в своей правдивой, настоящей сущности. То, чего мне не хватало, я получил и так, даже не формулируя это желание. Так что система рабочая, хотите вы этого или нет, не обязательно верить. Просто сделайте, и вы сами убедитесь, что стоит того. Понимаю, быть может, кому-то надоели эти отзывы, многочисленные от разных людей. А что мне делать? Если не верите моим словам, вот доказательства. Я могу быть обманщиком, я мог бы говорить неправду, но так уж вышло, что больше 20 лет я искал ответ на вопрос, что добывает и зачем существует ферма, чтобы добывать и поставлять элемент. Я провел эксперимент, чтобы понять, что будет, если его оставить себе. Вот результат. Разве моя вина, чтобы обы вдруг оказались действительно золотыми? Однажды тупорылые злые невежественные рабы поймут и скажут, смотря на меня, оказывается, ты сученыш говорил правду. Вам нужно копить элемент. Это можно делать более эффективно и менее эффективно. То, на что способно мое знание, я доказываю, и вы видите отзывы. Это работает феноменально. 29 апреля, в понедельник, начинается пятый онлайн-курс по накоплению элемента. И я очень горжусь этим. Того самого, который дает возможность иметь достаточно силы, чтобы противостоять проблемам и неурядицам материального мира и метафизического. Того самого, который рано или поздно разобьет всех аферистов и обманщиков, которые работают и обманывают на этом поприще, желая дать человеку якобы какое-то чудо и исполнение желаний без труда, без затрат. Не будет такого никогда. Чтобы чудо произошло и чтобы вспылось то, что вы хотите, нужно иметь элемент. То, что делает богами. Пройдя курс, вы поймете, что есть элемент, как его накапливать и использовать. Но главное, обретете эффективное орудие, чтобы достичь того, чего желаете. И это правда. И тот, кто не верит, допускает лишь одну ошибку, теряет время. Чтобы принять участие в интереснейшем курсе, где самое главное это эффективность и результат. Чтобы ознакомиться с условиями прохождения курса и суперинтереснейшими отзывами, переходим по ссылке в описании под этим видео, в группе в Телеграм. И если по курсу тебе все подошло, ставь в комментариях плюс. Тот, кто решится, будет в восторге. Это будет уже пятый курс. Я знаю, о чем я говорю. Там же в группе вы сможете заказать книгу «Восхождение». Бестселлер, написанный мной, где вы сможете прочесть об элементе и на что он способен. Чтобы это сделать, нужно перейти по ссылке в описании под этим видео в группу в Телеграм и написать в комментариях книга. Там же можно купить еще и книгу художественную мою «Самоэль. Биография сатаны». Да, друзья мои, я помимо того, что рассказываю вам якобы какую-то ересь и что-то непонятное, являюсь еще офигительно успешным коммерческим писателем, который добился успеха на огромном количестве различных поприщ и продолжаю их добиваться. Ну что ж, друзья мои, до встречи на курсе 29 апреля и в группе в Телеграм. Давайте, давайте, торопитесь, бегите в комментарии с вашей желчью типа в стиле инфо-цыган, обманщик, сатанист, отлучаешь людей от Бога и всякую парашу. Я открываю людям глаза на правду. Так было, есть и будет. Я буду тот, кто будет уничтожать ложь, которую впаривают и несут людям, что якобы жизнь безусловна и проста. И чтобы что-то получить, можно ничего не делать, кроме как верить. Нет, друзья мои, вам придется заплатить монетой, молоком, элементом за то, что вы хотите получить. Это суть фермы. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе больше о том невероятном мире, о том крае, за которым человеческий разум может сойти с ума, о знании, выше которого для человека просто быть не может. Напиши об этом в комментариях. Самозванцы, назвавшие себя твоим Богом, управляют тобой через ложь, зная, что они опарыши для источника. Но источник есть все, а значит и опарыш, и Бог. Для него одинаково важны и цены. Все это он, все это ты. Если ты посмотрел это видео, ты идешь путем истины. Ты и есть настоящее сопротивление глупости и невежеству, которое мы порождаем и которое мы ненавидим. До встречи в новом еще более интересном видео. Пока.